Ни окон, ни денег. А мечам нужно быть более осмотрительными при выборе фирм, работающих на условиях предоплаты. Так в непростой ситуации оказались граждане, заказавшие пластиковые окна в фирмах «Смарт-окно», «Александра» и «Торговый дом», «Омский комбинат пластиковых окон». Внеся предоплату, люди так и не дождались новых окон, а свои деньги так и не смогли вернуть. Все три организации зарегистрированы по одному юридическому адресу – улица Булатова, 100, и имеют одного учредителя. В лице 36-летнего амича Валентина Бурнузуса. Да и работали компании по принципу «вечером деньги, утром окна». Правда, и на утро покупатели своих окон не дождались. В настоящее время на исполнение в отделе судебных приставов номер один по Центральному административному округу города Омска на исполнение находилось выше 20 исполнительных производств обзыскания. ООО «Смартокно», ООО «Александра» и ООО «Торговый дом», Омский комбинат пластиковых окон, исполнительных производств с суммой изыскания от 2 тысяч рублей до 75 тысяч рублей. В рамках исполнительных производств судебным приставам были наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетном счете, но денежные средства данных организации отсутствуют. Фактически, финансово-хозяйственная деятельность организации данных не ведется с 2009 года. В настоящее время дознаватели Управления Федеральной службы судебных приставов собирают материалы в отношении предприимчивого директора для привлечения его к уголовной ответственности. Сейчас господин Бурнозус не вправе выезжать за пределы Российской Федерации и пытается из личных средств выплачивать деньги пострадавшим клиентам. Реанимирует ли бизнесмен свой оконный бизнес и смогут ли граждане восстановить свои права, пока неизвестно. А Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает, что граждане вправе предъявлять исполнительные листы в течение трех лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова